Ну что, открываем сезон кабриолетов. Сегодня у меня в гостях вот такой солидный пижон, которому скоро исполняется 75 лет. Знакомьтесь, Бьюик Супер. И для своего времени он действительно был супер. Выпускать эту серию начали в 1940 году. Перед нами второе поколение 47-го года рождения. Это двухдверный пятиместный кабриолет премиум класс. Кузов сконструирован на надежной лестничной раме. Автомобиль пузатый, с округлыми плавными линиями, но при этом облик кажется стремительным. Решетка радиатора низкая, с тонкими вертикальными полосками. Хрома в отделке не жалели. Он и на бамперах, и в окантовке фар и стекол. Передние крылья перетекают к задним раздутым аркам колес. Кстати, чтобы заменить покрышку, придется сначала открутить щиток. Капот открывается необычно, как влево, так и вправо. Здесь же штатная переносная лампа на длинном проводе. На случай поломки в темное время. Двигатель рядный, восьмицилиндровый, карбюраторный, с верхним расположением клапанов. Объем 4,1 литра. Мощность 110 л.с. В салоне шик и красота. За его разработку отвечало престижное ателье BodyFisher. Спереди и сзади просторные кожаные диваны с прострочкой. Двери также обиты мягкой кожей. Чтобы попасть на второй ряд, нужно откинуть спинку дивана. Регулировка передних стеклоподъемников и сидений гидравлическая, как и механизм складывания крыши. Достаточно потянуть рычаг под панель. Есть ламповый радиоприемник и мощная печка. Даже зимой в кабриолете не было холодно. Заводится он интересно. Сначала поворачиваем ключ зажигания, затем нажимаем на педаль акселератора, которая автоматически включает стартер. На ходу плавные, но довольно динамичные. Коробка передач механическая, трехступенчатые, тормоза. Барабанные, достаточно эффективные, даже несмотря на большой вес автомобиля. Подвеска пружинная. На задней оси пневмобалоны, как у автобусов, для регулировки жесткости. Этот Бьюитт пробыл на конвейере до 1947 года. Он также выпускался в кузовах седан и купе. Конечно, этот кабриолет не был автомобилем на каждый день. Но сочетание просторного салона, хорошего оснащения и стильной внешности сделало его фаворитом среди покупателей того времени. Кстати, если вам показалось, что он похож на наш зим, то вам не показалось. Именно Бьюи газовские конструкторы взяли в качестве прототипа советского автомобиля для избранных. Но это уже совсем другая история. Продолжение следует...